Всем привет! Наконец-то видео о iHerb. Я очень давно ничего не заказывала, поэтому сегодня передо мной огромнейшая посылка, в которой находятся те продукты, которые я покупаю на регулярной основе, также какие-то новинки, которые мы вместе с вами рассмотрим. Это видео не спонсировано, я все купила сама. Давайте приступим! Я думаю, что по моим влогам вы и так видите, что сезон грилей у нас в разгаре, и к нам очень часто приходят гости. Мне кажется, что каждый третий день мы что-то жарим, поэтому я заказала целых три баночки нашего любимого кетчупа. Вот третья. Я вас не обманываю, нам он очень нравится по вкусу, здесь классный состав, я не боюсь давать его детям. Здесь вообще нет обычного сахара, только тростниковый. Здесь действительно есть помидоры, и он по вкусу отличается от того, что продается в магазине. И, кстати, все, кто к нам приходят, пробуют его и спрашивают, откуда у вас такой вкусный кетчуп. Поэтому я сделала запасы, и это все отправится в мою кухню. Далее я взяла несколько новых вкусов наших любимых чаев. Меня настолько радует упаковка, ну не знаю, иногда мне просто хочется себя побаловать. Если нет возможности заказать вот эти, то я просто покупаю какой-то другой чай, и потом перекладываю его в эти коробки. Это может быть странно, но факт. Признаюсь, что такое тоже бывает. Не всегда хочется прям сильно тратиться на чаи, но они очень-очень вкусные. И, кстати, одно саше можно заваривать два раза. Настолько они интенсивные. Если вы любите разные вкусовые чаи, то обязательно попробуйте. Мой любимый с корицей, он такой пряный. Я очень любила пить его именно в зимнее время года с молоком. Кстати, сейчас тоже у нас такая погода, что можно было и тот заказывать. В этот раз выбрала зеленый чай с кокосом. Сейчас открою его и скажу, какой у него аромат. И вот такой асти. Он идет с фруктами, обещает быть сладким. Я в это верю, потому что я уже покупала чаи от этого бренда. И в них такая интересная композиция разных приправ, которая дает реальную сладость. Здесь и кусочки яблока, и гибискус, и цедра апельсина, и еще какие-то названия цветов, которые мне неизвестны. Открываю. Вот так сюрприз. Обычно эти чаи расфасованы в такие саше, которые сделаны из материала, из такой сеточки. А здесь что-то такое другое. Это гиганты. Наверное, предполагается, что это сразу на несколько литров. И здесь их не так-то и много. Один, два, три, четыре. У меня, конечно, плохо с математикой. Я насчитала только шесть вот таких пакетов. И на сколько их хватает. Короче, одного такого пакетика хватает на целых восемь чашек воды. Но мне кажется, что можно пытаться и по второму разу заваривать или чуть больше разбавлять. Потому что они предлагают здесь добавлять лимон, свежую мяту. Ну, то есть, сделать такой лимонад. А вот этот чай имеет такую приятную слегка сливочную отдушку. Но это не химический кокос. Я этого боялась, но все в порядке. И я сейчас хочу попробовать перейти на какой-то чай. Потому что от кофе меня прям как-то потрясывает. И сегодня утром выпила чашку кофе. И понимаю, что у меня снова какая-то такая, знаете, ну, неприятное состояние. А в вот этом огромном шелестящем пакете, который, я вижу, уже вскрыли какие-то мыши, находятся желейные мишки, которые я заказываю для своих мальчиков. Это что-то в стиле Хариба, только у них классный состав. Мне, как маме, так спокойнее. Это прям оптовый заказ. И у нас с мальчиками договоренность, что больше, чем одно вот такое саше нельзя съедать за раз. И вот когда мы куда-то едем, дети неспокойные в машине, или, к примеру, мы идем куда-то в парк, ну, просто в качестве такого перекуса иногда позволяю им что-то такое съесть. Это очень удобно. Я покупаю их уже на протяжении года. Не в каждом заказе они находятся, но все равно деток тоже хочется баловать. Я не запрещаю им прям вообще. Вы не едите сладкое, вы не пьете колу. Иногда они едят и пьют все. Но зато потом, когда они, к примеру, видят что-то на столе, они не набрасываются на сладости и на всякие газировки. Мне кажется, это правильный подход. Что-то, что я сама уже вскрыла, потому что мне так хотелось сладкого, иногда меня прям пробивает. И, знаете, я не могу вам этого говорить, потому что они постоянно будут распроданы. Но, о господи, как же это вкусно. Если вы любите все кокосовое, вы следите за фигурой, то вот это... Ну, одним не обойдешься, потому что я вчера съела, ну, штуки 4 за раз. Здесь очень хороший состав, только кокос. Если вы не любите кокос, то, наверное, не ваш вариант. Здесь органический кокос, решки кешью, что-то еще. Это какая-то мука, но необычная, даже не цельнозерновая, и морская соль. Это очень вкусно. Но я вам этого не говорила. Для кухни, для готовки купила сразу два вида моего любимого кокосового масла. Первое, без вкуса кокоса, если он вам не нравится, то вот этот вариант для вас. Он очень хорошо подходит для жарки. Я, к примеру, использую его для блинов, для каких-то сырников. На сливочном масле все пригорает. На обычном, таком растительном, я понимаю, что это тоже растительное, но я имею в виду подсолнечное и другие. Лично мне не нравится, поэтому я выбираю это. И второе сырое, вот оно пахнет таким настоящим сырым свежим кокосом. И на нем вроде как нельзя жарить, но я иногда грешу. Это делаю, потому что мне нравится вкус кокоса, который потом дополняет разные мои блюда. Вот нельзя быть во всем идеальным, поэтому, когда душа требует, то я это делаю. Мои волосы в последнее время доводят меня до безумия. Надо снова сделать стрижку. Так как в последнее время я довольно много путешествовала, мне еще предстоят поездки, поэтому я заказала себе мини-кисточки. Они снова появились в наличии. Это Real Techniques. Очень удобные, они ничем не отличаются от обычных, стандартных, только вот ручка у них гораздо меньше. Это действительно очень удобно. Вот это больше подойдет для нанесения кремовых текстур, потому что она такая плотненькая. А вот это очень классно наносит пудру, какие-то румяны. Ну как очень классно, у меня есть кисточки и получше. Но так как эти кисти занимают меньше места, буду довольствоваться ими. И если, к примеру, в течение дня вы припудриваетесь и ищите небольшую кисточку, то вот есть такая. И еще одна кисть, которая у меня уже есть, но иногда мне так лень мыть все свои кисточки. А чем-то надо пользоваться. Взяла бюджетную от Эльф для нанесения опять-таки всего кремового, тоже для припудривания. Она очень мягенькая, выглядит стильно. Ну то есть видите, не какая-то дешевка. Она очень легенькая. Если вы привыкли к люксовым кисточкам, то вот это будет самый-самый обычный. Но если вы ищете такие доступные варианты, то кисти от Эльф мне очень нравятся. Так, что тут у меня еще? Как обычно, заказала много сушеные клюквы. Напоминаю, что она без сахара, без всяких вредностей. Это клетчатка, это то, что едят мои мальчики. И когда им хочется чего-то вкусненького, то иногда получают вот что-то такое. Опять же, взяла в большом количестве, чтобы у меня просто было много всего, и мне не приходилось бегать по магазинам. Потому что сейчас у меня очень мало свободного времени, и мне даже не хочется выискивать какие-то другие сайты польские, в которых тоже можно заказать что-то похожее. Я не отрицаю. Но если вы живете в Европе, то помните о том, что обычно вам придется переплатить где-то 25% от стоимости содержимого посылки. Потому что все, что вы заказываете из Америки в Европу, зачастую облагается налогом. У меня было только несколько ситуаций, в которых я не платила. Но, к примеру, недавно хотела заказать бальзам Хеймиш для своей подруги и искала в интернете. И в Польше он на 25% дороже, чем на Айхерб. Поэтому мне вообще все равно. Еще в моем заказе есть пластыри от прыщей. Это бренд Коса Рекс. На ком-то они работают, на ком-то нет. Мне вроде как помогают. Для собственного спокойствия я обычно наношу маску Glam Glow или Andalou Naturals. И потом еще и клею вот эту штуку или пользуюсь Эфаклар. Я уже сто раз говорила. Так, что это? Орегано. Закончилась у меня орегано. И еще не было специальной баночки. Так что взяла. Обожаю вот этот бренд. У меня уже почти все приправы от него. Так, что это такое? Это, наверное, масло чайного дерева. И вы сейчас, скорее всего, подумали, что я заказала вот эту штуку для борьбы с высыпаниями, которые иногда приходят ко мне в гости. Но нет. Я недавно делала педикюр. И у меня один ноготь, ну, как-то так, немного отслаивается с одной стороны. И мне казалось, что эта ситуация возникает из-за обуви. И из-за того, что у меня именно с этой стороны врастал ноготь. Как-то в детстве сейчас все в порядке. Я начала просто ровно обрезать ноготь. И все прошло. Но мне сказала мастер, что, Оль, это может быть что-то там. И от этого, не помню, как это называется. Но это не грибок, потому что я недавно тоже боялась, что у меня аллергия на гель-лак. Я была у дерматолога. И дерматолог говорит, нет, что, все нормально. И мне вот эта девушка, мастер по педикюруска, Оль, не бойся, не переживай. Просто купи себе масло чайного дерева. Попользуйся, и оно должно помочь. У меня сейчас нигде нет ножниц, чтобы открыть его. Но это бренд Now Foods. Говорят, что у них самое классное качество именно на разных масел. Поэтому я купила его. Не стала идти в аптеку, потому что вроде как в Польше все нормально. Но опять-таки я просто знаю, что на iHerb все проверено. На него прекрасные отзывы. Поэтому я без сомнений заказала. У меня уже подходит к концу моя эссенция от бренда Misha. Потому что я так щедро поделилась с подружками. И вот нет, чтобы заказать то же самое. То, что на тебе работает. Я уже все уши прожужжала о том, насколько это потрясающее средство. Но так как я экспериментатор, и я наслушалась Марии Серд, что это очень классный тоник. И бренд Dear Klairs появился на iHerb. Поэтому я заказала вот этот тоник. Сейчас снова не открою его. С тем, что у этого бренда супер чистейшие составы, я не совсем согласна. Потому что в креме, который мне очень нравился и подходил, все-таки есть силикон. Мне он не мешал. С моей кожей ничего плохого не произошло. Наоборот, я когда-то обязательно к нему вернусь. И с вот этим тоником я предполагаю, что может быть такая же ситуация. Но здесь есть активные компоненты. И то, что советовала Мария, на мне работает. Поэтому я с удовольствием буду пробовать. Есть еще такой метод семи тоников. То есть, вместо, или для хорошего увлажнения, вместо увлажняющего крема. Короче, я еще подробно узнаю, потом вам расскажу. Семь раз наносится тоник. И говорят, что в жару это просто обалденно работает. Что-то я не могу его открыть. Вот. Я склонна доверять Маше. Но не могу открыть. Чуть позже займусь этим делом. Так что начну сейчас пользоваться вот этим тоником. И к эссенции я вот абсолютно точно вернусь. Потому что тоники тониками. А эссенция на мне работает гениально. Что еще? Это какие-то леденцы от того же бренда. Которые я покупала давным-давно. И сейчас взяла небольшую такую пачечку. Тоже, чтобы иногда там бросить себе в сумку. И дать мальчикам что-то хорошее по составу. Тростниковый сахар. Натуральные красители. И какие-то там вкусовые добавки. Так что будем есть. Будем. Ну не я. А мальчики иногда будут есть. Девчонки наконец-то купила себе бронзер от Physicians Formula. На него масса позитивных отзывов. И честно говоря, меня немножко расстроила упаковка. Я понимаю, что это бюджетный бренд. Но стоит он не совсем-то и бюджетно. Согласитесь. Потому что это не 3 доллара. Ну в общем, не знаю. Как-то так. Я ожидала чего-то более прочного. И мне непонятен вот этот спонжик. Это вообще... Ну к чему это? Лучше бы его не было. И он был бы дешевле там на 50 центов. Скажем так. Есть зеркальце. Это приятно. И мне не нравится аромат якобы кокоса. Какой-то пинаколады. Он слишком искусственный. Ну пахнет приятно. Для меня его могло бы и не быть. Но то, какой он имеет цвет, какую текстуру. Потому что он такой слегка даже кремовый. Он очень мягкий. Нет. Вы сейчас поймете меня неправильно. Он просто настолько мягкий, что даже кажется таким слегка маслянистым. И оттенок у него очень приятный. Песочный. Без красноты. Без рыжины. Что-то в стиле Hula Light. Я бы даже так его описала. Прекрасно растушевывается. Сегодня я взяла первую попавшуюся кисть. Нанесла его на все лицо. Ну как? То есть на определенные зоны. И да. Мне он понравился. И наверное стоит попробовать. Если у вас нет ни одного нормального бронзера. Если у вас недоступны какие-то бренды типа Catrice, Essence. У которых тоже есть очень красивые бронзеры. Я бы не стала прям вот специально заказывать его в свою коллекцию бронзеров. Или ждать чего-то заоблачного, запредельного. Просто хорошее средство. И не совсем бюджетное. Потому что все прям так и говорят, что это недорого, недорого. Я считаю, что ну как бы не совсем-то и дешево. Взяла себе и маме вот такие кокосовые хлопья. Это как небольшие чипсы. Они по-моему даже без сахара. Их можно добавлять в разную там овсянку, выпечку. Но я люблю просто так хрустеть ими, когда мне хочется чего-то сладенького. Потому что я люблю кокос. И для моего собственного спокойствия. Потому что я поправляюсь даже как только начинаю смотреть на сладкое. Я заметила, что такая тенденция появилась. Она вообще всегда была. Но после рождения второго ребенка особенно. И поэтому, чтобы постоянно помещаться в свои вещи, приходится как-то вот как-то увиливать. Я случайно заказала яблочный уксус. Раньше я пила чудо-водичку. Но сейчас с моим желудком мне нельзя. Так как заказ был огромным. И я, видимо, случайно это добавила. Но ничего, поставлю в холодильник. Пусть стоит. Возможно, для каких-то масочек или для блюд буду использовать. И еще заказала себе сок алоэ вера. Он из самих листьев. И, кстати, он органический. Собираюсь утром пить воду с медом, соком алоэ и с лимоном. Итоп. Буду посмотреть, как мой организм реагирует на лимон. Из корейских средств заказала себе энзимную пудру для умывания. И забавная ситуация. Только что перед записью видео смотрела видео Маши о ее уходе на лето. И она очень хвалила. Вот это средство. Оно имеет такую, знаете, сухую консистенцию. То есть его надо разводить водой. И потом только наносить на лицо и умываться. Это как очень нежный пилинг. И лично меня изначально привлек состав этого средства. Поэтому буду пользоваться. Дальше в своем уходе или в каких-то других видео расскажу. Две сыворотки, которыми я пользовалась еще зимой. И так ничего вам о них и не рассказывала. Вот это от Мизон и вторая от бренда Миша. От Мизон. Я купила по рекомендации своей подруги. Потому что она говорила, что это что-то мега увлажняющее. Что у нее потрясающая кожа. Что она наносила вот это на своего папу, на маму. И все просто ох и ах. Поэтому я заказала и просто как что-то священное вскрывала. Нанесла на лицо и так, ну как бы, окей. Что-то классное должно было произойти. Но я этого не заметила, не ощутила. Причем я пользовалась этой сывороткой в тот период, когда было межсезонье. И у меня была реально сухая кожа. После перелета и вообще обычно, когда я лечу, к примеру, в Россию. Там климат другой, более суровый. Возвращаюсь сюда, моя кожа сходит с ума. И эта сыворотка не сделала ничего. Она действительно немножко заживляет ранки. Она чуть-чуть дополнительно увлажняет. Она не будет липкой, если наносить ее на эссенцию. Или на какой-то тоник. То есть на проводник, который поможет ей проникнуть глубже. И не лежать поверх пленкой. Я не помню, с чем именно она здесь идет. Кроме того, что здесь муцин улитки. И что еще? Ну не помню. В общем, для меня это такое средство ни о чем. Наверное, вот это вот я отдам своей подружке. Раз оно и так нравится, подходит. Просто нет ничего универсального, что сотворить чудеса на каждой коже. Это тоже надо понимать. Поэтому без каких-либо обид. Просто я хочу, чтобы вы тоже это понимали. И я пробую много всего. И если я что-то хвалю, то действительно это на мне работает. Вторая сыворотка от бренда Misha. И, кстати, я обалдела. Я заказывала ее за 50 долларов. На Herbano гораздо дешевле. Говорят, что это аналог сыворотки от Estee Lauder. Advanced Night Repair. И действительно, что-то в этом есть. Составы чуть-чуть отличаются. У меня была и та, и другая. И, в принципе, у них похожее действие. То есть кожа как будто немножко наполняется изнутри. И, девчонки, здесь есть небольшое количество ретинола. И также постараюсь написать, что еще из активных ингредиентов. Потому что я не помню, я давно ее покупала. И сейчас вот просто буквально пару минут тому назад принесла ее сюда, чтобы поделиться мнением. Поэтому я бы не стала ею пользоваться сейчас, когда за окном активное солнце. Но я долго не могла понять, что же такого она делает, кроме дополнительного увлажнения. Если у вас жирная кожа и комбинированная, то вот этой сыворотки будет достаточно для того, чтобы увлажнить кожу. И уже поверх ней использовать никакой крем. Потому что у нее такая плотненькая, даже немного маслянистая текстура. Мне она очень сильно нравилась. Но какого-то вау-эффекта я не замечала до тех пор, пока у меня не началась аллергия под глазами. И у меня просто, ну вот знаете, облезла кожа. И чем я только не мазалась. То есть начиная от какого-то там бэп антенны, заканчивая обычным кремом Нивеа. То есть не все сразу, но поочередно. Потому что я не могла вынести. И вообще такое тоже случается. И вы знаете, потом я вспомнила, что эту сыворотку можно наносить также под глаза. И вот она замечательно работает на такой коже, которая уже требует чего-то такого пинка под зад. То есть когда видите, что кожа очень устала. Она такая сухая, она такая серая. Но круче, чем кислоты, ничто не работает. Но самое главное, на чем я хочу сделать акцент, это восстанавливающие функции вот этой сыворотки. Потому что она за два дня убрала все шелушения, кожа снова стала такой подтянутой, собралась. Вот и все было в порядке. И я поняла, что когда кожа сильно пересыхает, что когда она нуждается в каком-то экстра уходе, да, это вариант, возможно, для предотвращения морщин. Но не ждите от нее чудес, даже если вы используете целую баночку. Потому что я вижу гораздо лучший результат от кислот, от пилинга тоже корейского. Ну, от таких вот средств. Да, тот же истиаль с ретинолом, который я когда-то использовала зимой. Вот это бомба. А вот это такое больше для профилактики или для борьбы с сухими участками. Так что вот так попробовать стоит, но оно не бюджетное. И говорить, что оно надо всем, я тоже не осмелюсь. Мне кажется, что девушки в возрасте 30, а то и 35+. Попробуйте. Ну, как бы не must have. Возможно, я еще когда-то изменю свое мнение. Потому что и мы меняемся, и потребности нашей кожи меняются. Ну, пока что вот так. Что еще? Вот такой флосс. Это зубная нить. После того, как мне в Польше несколько раз поремонтировали зубы, так, знаете, хорошо, то мне приходится каждый раз пользоваться зубной нитью. И если бы не срочно, я поехала бы в Украину и там сделала бы все дела. Снова леденцы. Видимо, я взяла две упаковки. А вот это вот штучки, снова только другие. То есть слайсы, как небольшие чипсы из кокоса. И что здесь еще? Кешью снова. Кокосовое масло. Ага, подождите, а за счет чего же тогда? Есть какао. Так что это как брауни. И видео сниму, и поем. Ой, это не чипсы, это вот такие маленькие брауни. По-моему, это те же, которые я раньше покупала. Возможно, они сменили упаковку. Не знаю, но очень вкусно. По вкусу не отличаются от тех, которые я покупала. А вот это я купила для тети моего Томака, потому что она была у нас в гостях. Я делала салат с вот этой приправой. Она спросила, что это такое вкусное. И так как у них есть свой магазин, они закупают товар, у них много приправ. И она сказала, что ни одна польская приправа не сравнится с качеством вот этой. Мы скоро поедем к ним в гости на гриль. И вот в качестве подарка повезу. Потому что она была в восторге. Что-то я психанула со сладостями для детей. Это органические фруктовые снеки. Еще раз повторюсь, у этой фирмы хорошие составы. Здесь 10 вот таких небольших саша. Открываем. Ой, и это уже такие желейки в форме разных фруктов. Банан. Съем. Малина. Ммм, как вкусно пахнут. Мне эти еще больше нравятся, чем мишки. Какая-то не знаю, что это. Догадайся сам. Абрикос. Ну, что-то в этом духе. И последнее, что было в моем заказе. Прежде чем я окончательно сварюсь. Обратите внимание, сначала в видео у меня был один оттенок кожи. А сейчас, так как я снимаю при огромном количестве освещения, лицо с макияжем осталось такого же цвета. То есть ничего не просвечивается, никакая краснота, ничего не блестит, не плывет. Зато декольте, скорее всего, очень красного цвета, потому что мне нереально жарко. Поэтому я обязательно сниму для вас такое видео с летним макияжем, которое выдержит все. Вот. И последнее, да, что я заказала, это орешки, как, пеневая по-польски. Начинается тупизм. Сейчас. Кедровые. Я начала замечать, что спустя 9 лет жизни здесь я очень часто прям думаю на польском. Отсюда такие перлы. Очень вкусные, они нежные, и это как наркотик, потому что невозможно остановиться. Они, кстати, тоже отличаются по вкусу от того, что есть в магазинах. Они не жареные, они отличного качества. Это, наверное, да, это органические орешки, и мальчишки тоже их едят. В них очень много полезных элементов. Поэтому, если они едят, я готова покупать снова, снова и снова и снова. И по цене, опять-таки, невыгодно заказать из iHerb и еще заплатить налог. А если у вас нет такой проблемы, то мне кажется, что не стоит искать что-то в стационарном магазине, а вообще выбор за вами. Я надеюсь, что вам было интересно и весело провести время в моей компании. У меня очень хорошее настроение. Буду прощаться, а то я сейчас начну петь, мне кажется. Все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.